Я вас приветствую, дорогие мои! С вами Тамара Капивара и мы продолжаем проходить Mafia the City of Lost Heaven. А тем временем Лука опять-таки чинит машину, а мне опять-таки надо угнать машину. Все стабильно в этом мире мафиозном. Так, садись и мы поехали. А куда, кстати, мы поедем-то? Ё-о-о, ни хера себе, сказал я себе. Ну ладно, немножко далекое расстояние, но зато, ребята, мы с вами сможем как раз-таки вдоволь наговориться. Потому что случился перерывчик в мафии, да, ребята, к сожалению, долго серии не выходили, потому что у меня были дела, делишки, понимаете, которые мешали даже чуть-чуть снять мафию, даже капелюшечку, вот как-то так. Так что вот, ребят, сейчас опять-таки мы с вами... Ё-о-о, что тут за коллапс? Да, ё-о, куда вы заворачиваете-то? А, понятно, куда. Извините. Да, пацаны, ну пропустите меня, я правила дорожного движения не знаю, все, я вижу... Я вижу только дорогу и еду по ней. Так вот, ага, мы можем так, в принципе, так сократить, туды-сюды и доедем. Так, припаркованный в Оук-Хилле. Ни хрена себе, прям в район богачей попрем, поедем. Надеюсь, это будет не смертельно, нас там не побьют, не ограбят и ничего с нами такого плохого не сделают. Ой, коп гуляет, а я выше 60 еду, но он не заметил, потому что он смотрел на даму. Да ёб твою! О-о-о-о-о! Заунывные копы, о-о-о-о! Ой, ёб твою! Ёб твою! Ни хрена себе вот это я даю! Ой, не-е-е-ет! Ой, копы, подтолкните меня, помогите, копы! Копы, помогите, я падаю! Копы, вы зачем даму хотите сбить? Вы, что, офигели, что ли? Вы, что, дурные? Ну, короче, все, мы дальше не поедем, походу. Так, водитель, вы нарушаете закон. Я не двигаюсь, я просто убегаю, понимаешь? А, нет, если я убегаю, значит, двигаюсь. Я немножко вам наврала. Вот так вот, ребята, жизнь мафиозная, когда ты думаешь, что просто доедешь, все будет легко. Но нет, в этой жизни ничего легкого не происходит, к сожалению. И сейчас мы должны как-то угнать машину, чтобы как раз-таки убежать от этих джентльменов. Но нет, мы этого сделать не можем, потому что надо машину сначала взломать, понимаете? А у нас нет времени, мы можем только успеть в нее сесть. Возможно, этот джентльмен не закрыл машину, и мы быстренько в нее сядем. Мужик, я надеюсь, ты это, не? Не? Или да? Да блин! Можно просто мне машину, надо кого-то выкинуть из машины, понимаете? Вот, допустим, этого достопочтенного джентльмена. Джентльмен, мне нужна ваша машина. Сука, блин, какой ты долгий. Какой ты долгий. Ребят, я так пешком добегу, понимаете, докуда мне надо. Мужик, ты с личом я не видел. Не надо меня брать. Как вы меня достали-то, у меня оружие хоть есть? А, у меня есть оружие, что это я? Что это я туплю-то, у меня оружие есть? У меня есть оружие, ёптвою. На! Да убей ты его нахрен! Быстрее, Томас! Ты что, Томас, косой-то какой-то, я не понимаю. Ну! Все, отлично, блин. А я тут мучаюсь, а я думаю, у меня оружия нет. Вот видите, ребята, как бывает. Думаю, что у тебя нет оружия. А оно есть. Так, я в розыске. Мне, в принципе, насрать. Я еще тот мафиозник. Не первый раз я в розыске. Так, там коповские тачки есть? Ни хрена нет. Ну и хорошо. Сейчас розыск спадет, и все будет хорошо. Так, это кто там? А, это копы, что ли, там скоро приедут? Да, копы приехали на место преступления. А меня тут уже нет, все. Я это... Меня никто не знает в лицо, понимаете? Они не знают, как я выгляжу и что я... Это... Что я себе представляю. Так что вот, ребят, нельзя просто так спокойно начать мафийку и спокойно доехать до места назначения. Конечно же, нет. Надо всегда наворотить каких-то делов на ровном месте и потом думать, как мне... Как мне выкручиваться с этого. Кстати, смотрите, какие копы упорные. До сих пор розыск не спадает. Ни хрена себе, как они хотят себе лычек на погоны-то! Могли бы уже давно забить. Они бы получились бы у полицейских из... Мафии второй. Вот им было вообще насрать на все. О, смотрите-ка, узнал меня в лицо. Узнал меня копик. Дать тебе битый в ротик, блин. Хотя, что это я его? Он же полицейский. Он как раз-таки блюдит закон. А я не блюжу. Я не блюжу. Я мафиозник. Мы по разную сторону баррикад. Так, а меня, короче, хотят убить. Ну, это понятно. Понятно, за что они хотят меня убить. Давайте-ка немножечко их запутаем и потом застрелим. Вот, смотрите-ка. Они сейчас поедут за нами. Так, где? Да, хорошо, они едут за нами. Отлично. Сейчас мы немножечко их заведем куда-нибудь вот сюда. И начнем стрелять. Охереть, у них респаун. Мне нравится. Так, у меня есть кольт. Да что такое-то, блин? Кстати, они бы за нами даже не поехали бы даже. Смотрите-ка. Потому что, как раз-таки, у них машина перевернулась. Ёптвою! Ёптвою! Нихрена себе! 42 хп это все, потому что лук аптечку не носит. Вот носил бы аптечку, со мной бы такое не произошло. А то у меня было всего лишь 42... Ой, 92 хп. Было бы 100, такого бы не было. Вот и все. Так вот, ребята. Теперь мы спокойно дальше продолжаем ехать. Копов тут на радаре вообще нет. И мы, наконец-таки, доберемся до нашей офигенной машины. Да? Том Анжела, да? Окопы лежат. Они просто, ребят, вы не думайте, они не померли. Они просто отдыхают. Ладно, я немножко вру. Так, ребят, я надеюсь, у маяка как раз-таки никого тут не будет из полиции. В принципе, они, наверное, все в центре города. И... Как-то, наверное, им насрать, что тут происходит за городом. Потому что тут нельзя ни с кого взять взяток, ничего такого. Поэтому, я думаю, они тут, в принципе, не ошиваются. И, смотрите, розыск быстренько спадает. И мы, наконец-таки, прибываем на место назначения. Как же долго мы на него прибываем-то. Анжела, дави педаль, пожалуйста, побыстрее. Все, ребят, мы теперь снова законопослушный гражданин. У нас нет ни условки, ничего. Уголовное преследование с нас снято. А все потому, что копы жадные. Нет, вы просто пропустили меня. Но я же никого не убивал. Баби под юбку не заглядывал, говорит Том Анжела. Нет, они зацепились. Они захотели взять с меня штраф. И что из этого вышло-то? Потеряли два экипажа полиции, понимаете? Все из-за жадности. Ну и ладно бы простили, бы сказали. Ну, потом мы тебе вышли, Чек Анжела. Мы знаем, что это ты. Так, там коп гуляет. Черт. Черт. Мне не сюда, во-первых. Мне надо вот сюда. Так, вот сейчас бы на глазах копу бы не попасться. Потому что, как бы, в принципе, мы хорошо с вами идем. И если что, заплатим штраф. Кстати, нам же сказали, что там нас будет кто-то встречать. У меня 32 хп. Ребята, я ни на что не намекаю. Но ситуация начинает уже быть, знаете, такой вот немножечко, как сказать, немножечко пахнуть жареным, понимаете? Жареным очень даже сейчас запахнет. Ну ладно, ребят, делаем все это аккуратно. Ты что, дурак, что ли? Ты что, дурак, что ли? Ты дурак, что ли? Я не поняла, блин. Я просто тут припарковалась. В смысле, блин? Ты, ворюга, не трогай машину. Я даже не подходила. Он что, дебил, что ли, ребята? Он нормально вообще? Он адекватный? Он таблетки пьет? У него это осеннее обострение, что ли? Ребята, я даже не подошла. Вы видели, что я не подходила даже? Вернитесь в барсельере. Хера себе, мужик выдал. Вот это да, блин. Я просто в ахрене, ребята. Я просто в ахрене. У меня же подбородок, блин, зачесался. Так, тихо, там полиция. Полиция, полиция, не вяжи меня, плиз. Я законопослушный гражданин. Вот так вот. Хера себе, я просто вышел. А может быть у меня там покрышка, там, я не знаю, там, колесо сменить надо. И он такой, ой, ты воруешь машину? Угу, не двигайся. Ты не двигайся, чувак. Так, все, теперь мы спокойно возвращаемся в барсельере на новой тачке. Скажем, Дон Сальери, мы как раз-таки выполнили халтурку. И посмотри, какая у нас офигенная точила, Дон. Скоро мой автопарк личный Том Анжела, имени Том Анжела, переплюнет твой. У него-то, я не знаю, что у Дона Сальери, что за машина-то? Скорее всего, какой-нибудь лоситор, да? А у меня-то круче. У меня столько уже целых две крутых машины. Так, ребят, надо как-то аккуратно съехать. Так, там еще копы долбанутые. Я могу с горы прям в них прилететь. У нас будет поцелуй машинами. Просто в лобовое. Так, ребят, давайте аккуратненько все это сделаем. Как-нибудь. Кстати, мне часто кажется, можно было проще маршрутом проехать, а я что-то поехала слишком дальним. Зачем я вообще поехала? Это же ближе как... Ёптвою, зачем я так поехала? Может было, по-моему, полегче. Ну, я как всегда, ребят. Зато смотрите, любуемся на осень. Осень у нас за окном. Осень в мафии. И там маяк. Наверное, соскучилась по маяку и решила как раз-таки... Как раз-таки съездить на маяк. А что нет-то? Почему нет? Могу себе это позволить. Я же мафиозик. Могу шляться где хочу после работы. И после халтурки. А что он с Олери хотел? Что я сразу же к нему побегу насчет Фрэнка докладывать? Конечно, он мне столько не платит. Мне приходится работать на стороне, подхалтуривать. Так, ну пацан, ну отодвинься, пожалуйста. То блин, как встанут, так хер их объедешь. Вот и все. Ребят, теперь мы наконец-таки с победой, можем даже Ф5 включить, мы едем к Дону Сальери докладывать, что мы, конечно же, к нему спешили. Нет, мы не ходили на халтурку, Дон Сальери. Мы честно к вам спешили и торопились. Связывался ли я с Лукой Бертоной? Нет. Кто вам такое сказал? Новая машина у меня откуда? Ну как сказать, я шел-шел и нечаянно ее нашел. Ее кто-то обронил, а я взял себе и привез в наш гараж. Да, Дон Сальери, так и было. Я вам пизжу ни за что, Дон Сальери. Какое я имею право вам врать? Я никогда вам не врал. Я честный мафиозик. И я Том Анжела. Я никогда даже не переубывался в своих этих убеждениях. Никогда такого не было. И вот опять. Так что все, ребята. Теперь спокойненько едем обратно. Кстати, конечно, кто-то со мной не согласится, скажет. Тамара, чего тебе Фрэнка не жалко? Ребят, ну потому что, как я вам говорила, я смотрю на ситуацию шире, что тогда бы все мафиозники, все его друзья-кореша бы сели бы в тюрьму. Я не знаю, как бы Фрэнк спокойно чилил на свободе, зная, что его бывшие друзья в местах не столь отдаленных находятся. И у его же друзей тоже есть семья, дети, жены и прочее. А жены, скорее всего, не работают. И жены лишились бы содержания. А матери их лишились бы тоже содержания. Потому что, скорее всего, мафиозники содержат и жену, и мать, и прочее. Так что я не знаю. На месте Фрэнка я бы не была по одной простой причине. Я бы приняла позицию такую, что не брали бы мафию. Вот и все. Поэтому я на месте Фрэнка и не была. Как-то так. Так что вот, ребята, я бы, ну, не знаю, как Фрэнк бы смог чилить спокойно в Европе, зная, что его хорешей ждут суды и прочее. Да, я понимаю, там семья, ребенок и прочее. Но надо было об этом думать раньше. Раньше как-то так. И тем более, как я поняла, конторские книги без Фрэнка бесполезны. Он мог бы немножко надурить копов и Морелла. Сказать, да, это конторские книги. А на самом деле, конторские книги бы остались бы у Дона. И как-то что-то об этом, ну, как-то поразмыслить, не знаю, сказать. Ой, знаете, а Дон, эти конторские книги на самом деле у Дона находятся. Я в бар пойду и возьму. А сам такой, Дон Сальери, вот вам записочка. Короче, меня хотят вот мою семью все переубивать. Надо что-то делать. Я сейчас вам скажу, что я поддельно ему отдам. А вы быстренько план разрабатываете, чтобы мальч мою жену и Элис спасти. Как-то так, ребята. Я бы еще поняла бы, что как-то бы Фрэнка более-менее врасплох застали о ней. Там, я не знаю, в пижаме там утащили его из дома внезапно. И там сказали, вот мы сейчас там будем над твоей женой и дочкой издеваться. Быстро тащи книги. И он бы такой, ай, еще, блин, что делать-то? Но мы-то этого не знаем. Не знаем. Поэтому, как бы, ребята, нам рассуждать об этом очень сложно. Ну, точнее, мне-то понятно, блин. Я бы на месте Тома Анжела чувствовала предательство, что, получается, Фрэнк готов свое счастье с семьей ставить выше моего. Как бы так, понимаете, ребят? Это тоже, как бы, некрасиво. Потому что у всех мафиозников, это мы не знаем. Для нас это они ноунеймы. Тоже у них есть семьи, дети, жены, матери, которых надо кормить, которых надо содержать. И если бы пранк... Пранк, блин, ага. Фрэнк пранканул на Цельере. Вот это пранк называется. Пранк, вышедший из-под контроля. То эти бы люди сели в тюрьму, и много было бы семей разрушено, понимаете? Вот. А Фрэнк бы гулял по Европе со спокойной совестью. Хотя вот мне кажется, что уже дон Цельере, ему должен уже быть как семья. И как бы предавать семью, ну, я не знаю. Просто, понимаете, ребята, есть разные люди. Кто-то считает, что только кровная родня, какую бы дичь она не творила, это его родственники. А кто-то считает, что роднёй может стать человек, который не по крови, понимаете? Вот как-то так. Все мнения разные, все мнения важны, все мнения нужны. Поэтому, ребята, я вам ничего не буду говорить, как правильно. Просто высказываю своё мнение, что я бы, как Фрэнк, не смогла в крысу жить в Европе. Как-то так. Знаю, что мои пацаны страдают. Вот так вот. Так что всё, ребята. Договорили и приехали. Ральфи, смотри, какая тачка. Ты просто сейчас офигеешь. Ты что делаешь-то? Ты Ральфика, что ли, собрался застрелить? Ты что, дурак, что ли? Анжела, вот сейчас этот теплоходный гудок просто недоумевает, как ты захотел его застрелить. Кстати, я сейчас бы выстрелил. Ральфик бумер, и там миссия провалена. Езжайте снова. Пипец. Дон, я пришёл. Хорошо. Визит к толстосумам. К счастью, все купились, когда я сказал, что Фрэнк мёртв, и я избавился от тела. Так что на своих похоронах Фрэнк блистал отсутствие. У мафии есть привычка устраивать важным людям грандиозные похороны, на время которых люди забывают всяческие разборки друг с другом и с покойником. О мёртвых или хорошо, или ничего. Кроме правды. Любой гангстер вам это скажет. Как минимум на похоронах. Не только Сальери и наши ребята произносили длинные речи о своём лучшем друге Фрэнке, но даже Морелла и другие гангстеры. Морелла и Сальери плакали друг у друга на плече, как будто и не пытались день назад вцепиться друг к другу в глотки. Вот так вот лицемерно. Фрэн в гробу перевернулся, и он действительно был мёртв. В общем, всё оказалось не так уж и страшно. Только пришлось сочинить кое-что насчёт семьи Фрэнка. Сальери, конечно, хотел помогать бедной вдове своего лучшего друга до конца её дней. Я же не мог ему сказать, что на самом деле они сейчас с комфортом отдыхают в Европе. Тебя бы убили Анжела за такое, ты сказал? Томми, даётся мне, что неприятности ещё не кончились. Это ещё почему? Гороскоп свой почитал, что ли? Продолжает копаться в дерьме, и я слышал, что у него даже есть свидетель. Ах, он капрофил! Похоже, что этот советник, чьего сына ты застрелил, отчаянно жаждет мести. Прокурор его хороший друг. О-о-о! Если мы не задавим это в зародыши, проблемы появятся вновь. А, мы должны сделать аборт, понятно, кому. Звучит довольно паршиво. Да, я же не акушер-гинеколог. Парень никому не доверяет. Он хранит все свидетельства против нас на своей вилле. Ага. Сами Полли в этот самый момент занимаются свидетелями. А ты заменюшек доказал. А ты заменюшек доказал. Охренеть, наконец-то! Как же попасть туда? Да. Ну, сегодня у нас есть великолепная возможность. Господин прокурор решил посетить театр. Никого больше не будет дома. То есть, никого, кроме охранника? А-а-а! Конечно. Мой кабинет будет пуст. Его вилла в квартале миллионеров. Господин прокурор на самом деле не бедный парень. Понятно. Наворовал себе. На виллу целую, да? Твоей единственной заботой будет попасть туда. Но вокруг виллы будут охранники. Как только залезешь внутрь, будешь в безопасности. Дайте мне ХП, и все будет хорошо. Прокурора на втором этаже, и там в стене должен быть сейф. На дело возьмешь с собой Сальваторе. Этот парень вскроет любой сейф в Америке. Угу. Я понял. Анжела зависит. Выбираете все доказательства и уходите, пока прокурор не вернулся. Как все просто у тебя? Где я могу найти этого Сальваторе? Сальваторе. Он будет ждать тебя в Хобоке. Виномодель, скорее всего. Да тебе все важно. И тебе не хворать. Фортуна, блин. Сухариков захотел, что ли? Это почему? Почему? А, понятно. Вы можете положиться на меня, босс. Но не ложитесь слишком сильно, а то у меня хребет не выдержит. Подберите Сальваторе на углу стадиона в Хобоке. Ты не можешь себе представить, как я скучаю по Фрэнку, Том. Хотя он и предал нас. С ним было всегда приятно поговорить. Эх, предатель Фрэнк. Ты не можешь себе представить, как я скучаю по Фрэнку, Том. Хотя он и предал нас. С ним было всегда приятно поговорить. Сэм! Ты же должен заниматься свидетелями, Сэм. Какого хера ты тут сидишь, просиживаешь штаны, я не понимаю. Ты же должен... Ебать, Сэм. Ты что творишь-то, ну? Иди, работа не ждет. Ну-ка. Не хочу тебя задерживать. А ты иди свидетелями занимайся. Сальерич сказал, что ты занимаешься, а ты тут сидишь у пепельницы. Нюхаешь окурки Дона. Ну, Сэм, ты вообще какой-то странный чел. Сальери, ты в курсе, что Сэм ни хера не работает? Урежь ему премию, добавь мне побольше. Так, здорово. Ты знаешь, что я твою дочь шпехал? Эта история с Фрэнком сильно подкосила Дона Сальери. Он наверняка чувствует себя виновным нам напрасно. Это необходимо было. Во, правильно, Луиджи, тоже за меня. Луиджи, чем предать семью и жить в изгнании, как прокажут. Согласна, согласна. Во, Луиджи прям со мной. Хороший тесть у меня. Эта история с Фрэнком сильно подкосила Дона Сальери. Отличный тесть, просто отличный. Он наверняка чувствует себя виновным. Я говорю напрасно, то что Фрэнк предал. Так, а где Поли? О, Поли что ли? Поли, сейчас по жопе тебе дам. Ча-ча, чего ты хочешь? Ча-ча, чего ты хочешь? А, подожди-ка, потом я удалю... Удалю этот катафалк. Попозже. Привет, Ральф. Так, что мне делать? Подберите Сальватора на углу. Хоба кинем, подожди, а мне пушки нужны какие-нибудь? Ну, скорее всего, да. Давайте к Винчензе зайдем, может, ему это даст. Винни, Винни, Винни. Дай мне пушки, пушки. Винни, Винни, Винни. Дай мне п... Добрый вечер, Винчензе. Ты где? О, ёптвою. Испугал меня что-то. Ну? Сегодня ночью мы собираемся совершить небольшую кражу со взломом. Да, маленькую совсем. Томми, добрая старая бита. Да опять бита, да что ж такое? Дай мне Томсом. Если ударить кого-нибудь по голове сзади, он довольно долго не будет. А если тебя ударить по голове сзади, ты начнешь мне давать нормальное оружие? Возьми еще вот этот кольт. Спасибо на этом. Хотя бы не полицейский. Спасибо, Винчензе. Лучше бы ты мне нормальное оружие дал. А этот лыбится еще, типа, спасибо, надавал ли мне тут. Ребят, такое чувство, что Том Анжело реально тут младший брат. Ему дают только самые, не знаю, игрушки, которые не играют другие дети. Он какой-то реально младший брат. Который никто не любит. Здорово. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Потанцуй со мной, ча-ча-ча-ча-ча-ча. Нихера тут у тебя, короче, нет. Тогда я беру свой оранжевый заводной апельсин и сажусь и еду. Надо выкинуть катафалк из гаража обязательно. Как он называется, кстати? Надо найти катафалк, где он тут стоит. Посмотрите, как он называется и выкинуть его нахрен. Вот он тут стоит, короче. Потом сядем. А тут вообще какой-то вот зачем мне катафалк-то, я не понимаю. А Фрэнка вроде мы отвезли, типа. Так что все, катафалк нам точно не нужен. Так, че-че-че-чего-то. Я хочу, знаешь, чего, Ральфи? А давай-ка, подожди-ка. Подожди, подожди, подожди. Я хочу узнать, как называется этот катафалк и выкинуть его нахрен из гаража. Я не могу ехать на задание, зная, что катафалк в моем гараже, понимаешь? Я перфекционист. Мне надо, чтобы все нормально было. Так, как он называется-то? Лоситер В-16. Понятно. Какой-то хром. Томми? Томми, Лоситер В-16, хром черный. Удалить машину. Все, удалена. Ура! Ура! Пошел ты нахрен, катафалк. А то, знаете, вот хранить катафалк в твоем гараже, это как-то не к добру, согласитесь. Сразу миссия провалится. Так, подожди, а ты знаешь, где поле, кстати? Где поле-то? Что тебе нужно? Ничего мне не надо, кстати. Подожди, ребят, а ССМ сидит там в коморке, а где поле? Давайте поле поищем. Поляныч? Поляныч, ты где? Ты в туалете, Поляныч? Ты прокаткаца не можешь, что ли? Давай я тебе касторки принесу, прочистишься. Поли нет нигде. А может, Поля реально опрашивает свидетелей? Это только... Сэм у нас фигней страдает. Вместо водителя. Поперли. Тор 810. Ну, малышка, давай-ка, сейчас мы тебя протестим получше. Протестим получше, посмотрим получше. Визит к толстосумам. Визит к толстым жопам, я бы так сказала. Подберите Сальваторе на углу стадиона в Хобокине. И не задерживайтесь, не задерживайтесь. Время, деньги. И за ночную смену вам платят так же, как и за дневную. Так что вы, мафиозник, лучше рассчитывайте свои ресурсы. Кстати, ребят, вот реально тут эта будка побыла буквально одну миссию. И ее опять не построили. Я вообще не понимаю, зачем она была тогда нужна, чтобы что? Я все постоянно буду как раз-таки вам говорить про вот эту вот будку, которая была там настроена в переулке. А потом раз ее убрали. Зачем она была нужна? Какой смысл был? Какой философский смысл вкладывали в эту будку? Ну или просто у нас район неблагополучный, как я вам уже это говорила. Так, нам надо быстренько собрать Сальваторе. Так, ни хрена какая быстрая машинка. Так, я надеюсь, что копов сейчас тут не будет, потому что я хочу полихачить. Тихо! Тихо, смотрите, ребята. Да, в ночные часы копов вообще почти нет. Ой! Епать полихачил. Я полихачил. Так, и снес себе 5 хп. 5 хп. Ну ладно, ребят, ничего страшного. Пока этот прокурор тусит в театре, там служит классическую музыку. И там хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это вот все. То, что непонятно мне, но нравится кому-то. Мы едем его грабануть, естественно. Как нам сказали, что там есть охранники, что у нас будут проблемы, но мы должны как-то все это порешать, обкашлять вопросики. Тем более у нас будет офигенный напарник. Я надеюсь, напарник у нас будет хороший, а не как Поли, который любит умирать от каждого чиха. Вот. Помните, как он в сарай кинулся? А что тут помнить? Буквально несколько серий назад он это сделал. Так, ребят, смотрите-ка вообще. Оооо! Я не остановлюсь, ребят. Меня не остановить, меня заносит. Помогите. А, все, вырулило. 120 км в час, ребят. Ну вот это вообще, это вот, это уже... Ни хрена себе, уже наручники, а за что? А, пеший, кстати, пеший. Тут был пеший, ребята, пеший. Так, ну нам бы сейчас на копов не нарваться, а то вся миссия пойдет по сраке. А нам не надо бы. Как бы мы вообще-то на ограбление собрались. Нам надо иметь чистую биографию, чистую, чистые алиби, поэтому... А, все, наручники уже, это... Уже меня освободили от уголовной ответственности. Так, Сальваторе. Ты где, Сальваторе? Это не ты? Главное, чтобы его не сбить. Сальваторе, это ты? Садись. Как тебе моя машина, нравится? Ну, скажи. Привет, привет. Давай трогай. Отлично. Так куда мы едем? Выкрытие свидетельство против Сальери, Силы и прокурора. Так значит, ты можешь открыть любой сейф, да? Почти любой, шеф. А где ты научился таким штукам? Осторожно. Мой дядь занимался этим, явно следовало способностей. Сейфы становятся все лучше, приходится идти в ногу со временем, делать нечего. Сейчас попадаются очень хитрые сейфы. Так, подождите, а куда мне ехать-то? Ага, могу так. Так, понятно, короче, у него дед этим занимался. Подожди-ка, а что твой отец не занимался? У него не было способности к медведей жадничеству, что ли? Или он такой, я решил прожить жизнь честно. Вот, мой отец жил нечестно. Я, короче, буду ходить на завод и честно-честно зарабатывать денюжки. Возможно, так. И маленький Сальватор посмотрел на своего отца, что он только на заводе оставил свое здоровье, заработал грыжу. И нихрена денег не принес, плюс еще и запил. И, наверное, решил. Деда, буду я медвежатником? Дед такой, наконец-то хоть кто-то продолжит мою династию медвежатников. У меня столько этих отмычек, столько этих навыков. Молодец, маленький Сальватор, сейчас я тебя научу грабить. Будешь такие кассы выносить, что твоему отцу не снилось, когда он зарабатывал на заводике. Вот, наверное, примерно так у них случилось в семье. Или, может быть, вообще отец Сальватор задел его мамки и ушел за хлебом. Вот, все, и не вернулся. И дед его воспитывал, сказал, ну, Сальваторыч, будешь медвежатником. Вот и все. А что, может быть и такое. Тихо, нет! Ты, блин, дебил! Дебил, сука, с горы так нестись. Дурак! Наручник жми, блин! Долбоящер! Мы сейчас вообще не поднимемся! Нет! Нет, сука, нет! Пиздец нам! Нет, только нет! Нет, пожалуйста! Сука, да что такое-то? Это пипец, это пипец. Так, давайте возьмем разгон и, может быть, мы заедем. Или своруем другую машину. Так, мы, по-моему, мы уже никуда не поедем. Все, по-моему, этой машине пришла хана. Сальваторыч, давай я сейчас украду машину, потому что она уже что-то никуда уже не едет. Сейчас мы быстренько что-то... Слушай, а... Слушай, а ты не хочешь ли подняться пешком? Размять свои ноги, Сальваторы? Потому что, знаешь ли, мне кажется, в твоем возрасте это вполне себе полезно. Только, пожалуйста, иди четко за мной. По одной простой причине, если ты пойдешь нечетко за мной, тебя собьет встречная машина. А если тебя собьет встречная машина, тебе хана. Слушай, подожди-ка, я сейчас сворую. Ой, это полицейская тачка, я не ворую. Я вообще, я не знаю, что такое воровство. Никогда это не занимался. Я не мафиозик. Так, у него 77 хп. Так, Сальваторы, четко за мной иди. Четко за мной. В гору быстро зайдем. Потому что, как видишь, нас задамажили очень сильно. А в эту гору надо было, во-первых, с разгона залетать. А во-вторых, так, чтобы не попадаться на встречные машины. Потому что тут, видите, как бы очень быстро они летят с горы. И я думаю, мы сейчас своруем эту малышку, если добежим. Потому что она очень-очень медленно едет. Или, возможно, какую-то из этих. Так, Сальваторы. Сальваторы, сейчас я сворую на машину. Пипец, пипец. 777 хп. Так, ну-ка, подожди-ка, Сальваторы. Так, что вы делаете? Нам нужна машина. Так, Сальваторы, садись. Садись. Да ебать ты что! Да что такое-то, ну! На, блин, тебе, сука! Заколебал меня уже! Дай машину, дурак, блин! На тебе! На, на, блин, тебе! На, на! С мафиожником связался, дурак, блин! Дурила ты, блин! Все, блин, уйди от меня! Дурак, блин! Я тебе покажу, блин! Ребята, вам не кажется, что Том Анжела сейчас ведет себя как Морелла просто? Просто взял отжалую чувака тачку, напинал ему! Так, и все! Так, Сальватор у меня в машине? У меня! Так, это меня боится! А тут мы сделали какой-то коллапс на дороге! Так, мужики! Ну, мужики, ну давайте развернемся как-нибудь, ну! Так, этот чувак бежит с горы, ему страшно, ему сыкотно! Так, давай, 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 давай! Ты сможешь, ты сможешь развернуться! Ну, что? Так, ну, пожалуйста, ну как-нибудь заедь! Я не хочу пешком бежать в эту сраную гору из-за того, что меня задамажили там внизу! Давай, едь, пожалуйста! Ёпты, как это долго-то! Ребят, 15 километров в час, по-моему, мы не заберемся в эту гору никаким образом, если нас кто-то не будет подталкивать в жопу! Кстати, мужик, которому я напинала, подтолкни нас, пожалуйста, а то мы... Нам еще далеко ехать, блин! Давай, еще чуть-чуть, чуть-чуть! Тащись на этих оборотиках, тащись! Тащись! А то на рыжей бы так машине, на этой желтой торе, уже бы не получилось, ребят! Она уже вообще даже меня не слушалась, никуда не ехала! А вот это еще, смотрите, это еще набирает скорость, так что все нормально! Так, у меня 74, у него 77! Ситуация называется немножечко какашная! Тем более, нам сказали, что там охранники, а это значит, что нам может быть понадобится полное ХП! Ребята, я хотела пройти мафию по-хорошему, а получается по-плохому! Вот, и все! Так, ладно, а как мне, куда мне зайти-то? Так, подождите-ка, я что-то запуталась-то! Во, смотрите, как набираю скорость! Вот эта машина нормальная, незадамаженная! Так, ну-ка! Тихо! Так, я правильно еду? Я правильно еду? Сальваторе, что ты молчишь? После таких ночных потрясений, наверное, ты больше не будешь работать ни на меня, ни на Дон Сальери тоже скажешь! Идите вы в жопу, серьезно, мафиозники! Вы меня достали! Так, ладно, мы на месте! Выходим тогда, аккуратно! Так! Тын-тын! Так, подожди-ка, как? Блин, не открывается, подожди-ка! Можешь открыть, Сальваторе? О, давай! Я попробую, шеф! Ну так, пробуй, давай! Ручную магию покажи свою! Медвежатник ты же! Давай-давай-давай-давай! Ручонками там подкрутишь сейчас в замке и откроешь мне эту прекрасную виллу! Да, Сальваторе? Сальваторе, можно побыстрее? А то мы тут на виду просто как голый, понимаете? Готово, шеф! А? Готово, шеф! Спасибо! Опа! Визит к толстым жопам! Иди тихо и делай, что я тебе говорю! Жди здесь! Так, подожди-ка! Не! За мной! Так, где я тебя оставлю? Жди здесь! Так! А что мне делать-то, собственно говоря? Тихо! Тихо! Ага! У меня есть дробаш теперь! У меня есть дробаш, ура! Вы нашли ключ! Так, хорошо! У меня есть дробаш, я нашла... Ой-ой, там мужики стоят! Там мужики стоят! Что это такое? Ну-ка, давай-ка! Вот эта штука! Хорошо! Выключили... Вот эта штука! Короче, с электричеством балуемся! Вот это вот мы гады! Так, Сальваторыч, ты где? Сальваторыч, где я его оставила? Пошли со мной! За мной? Быстро, аккуратно, пошли за мной! Тихо, аккуратно! Мужики там стоят! Так, ребята, а как мы сейчас обойдем-то? Они меня так увидят или нет? Ебать! Побежали, Сальваторы! Побежали, 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 побежали! Куда только бежать? Хер его знает! Побежали, 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 побежали! Побежали, быстро, 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 быстро! Что это? Открывается все, Сальваторы! Мы проникли внутрь! Пошли за мной! Тихо, там мужик пробежал! Главное, он в глаза долбится! У меня аж до речи потерялся! Я в охрене! Тихо, аккуратно, а куда нам идти? Сальватор, ты где? Сальватор здесь. Так, а куда нам переть? Так, тут какая-то ванна. Так, ванна, что за ванна, нет аптечек-то? Хотя бы он мне не загораживает путь. Так, тут отсюда. Ёптво, я не отсюда пришла. Ну-ка, а что здесь? Так, а мне куда идти-то вообще? А, выкрадите свидетельство. Угу. Выкрадите. Дын, дын, дын. Нихрена себе виллу настроил. Вон ограбил-то, вон настроил-то, да? Открыть дверь. Вообще, отличный. А, она не видит у неё огурцы на лице. Она не видит у неё огурцы на лице. Она нихрена не видит, ей похеру на всё. У неё эти процедуры, бьюти-процедуры, ребята. Нельзя, короче, женщине мешать, когда у неё бьюти-процедуры. Понимаете, ребята, это чревато. Так, ну чё? О, игра сохранена хорошо. Отлично. Добежали. Ну, показывай, на что ты способен, Сальваторе. Давай, давай, давай. Вскрой этого малыша, Сальваторе, давай. Хотя мы так пробежали, конечно, быстро очень. Быстро, быстро, быстро. Даже непонятно как. Там чувак что-то побежал. Почему он побежал? Хер его знает. Ну, пошло всё не так, как надо, конечно. Я не поняла, почему тот-то сагрился. Я просто немного побаловалась со светом, и чё? Чё он побежал-то? А, может быть, он на свет сагрился как раз-таки. Типа, проверить, посмотреть, пробки не вышибло или вышибло. Ну, ладно. Интересно просто. Так, всё, смотрите, это не только ручная магия. Он ещё какие-то инструменты достаёт. Тут немножко подвернуть, там подвернуть. Там фикуса нюхнуть для храбрости, наверное. О, какая машина красивая, приехала. Епать! Похоже, мне срочно надо смываться, Сальватор. Как два пальца. Не надо псовать два пальца, Сальватор. Это некультурно. У тебя сегодня был хороший день? Да, у меня был хороший день. Вы нашли документы. Вы нашли документы. Так, что делать-то теперь? Мы нашли документы. Так, пацаны рассредотачиваются по территории. А чё нам делать-то? Сальватор, чё нам делать? Чё нам делать? Снимать штаны и бегать, что ли? Так, Сальватор, ты за мной идёшь, нет? Идёт за мной, смотрите-ка, идёт за мной. Так, тут чё у нас у меня? Мне не нравится. Сальватор, давай выберем другой путь. Сальватор, можешь открыть? Жди здесь. Да подожди, открой! Ты же медвежатник. Жди здесь. Тихо. Тихо, кто-то где-то идёт. Так, подожди, там кто-то где-то ходит. Я не понимаю Сальваторы. У меня уши не на жопе, понимаешь? Открыть дверь. Тихо, аккуратно, аккуратно. Ух ты, какая у него там эта вот столовка. Представляете, ребята, такую столовку иметь? Ну, конечно, наворовал денег, вот и столовку имеет. Тихо, аккуратно. Аккуратно. Там какая-то женщина. Ну и насрать на неё. Чё везишь-то? На! Так, Сальваторы со мной, нет? А где Сальваторы? Так, я могу угнать эту машину, нет? Чёрт, где же Сальваторы? Чёрт, где этот дебил? Я Сальваторы где-то забыла. Где Сальваторы? Сальваторы, ты где? Сальваторы, вот дурак-то, блин. Лучше б я тебя вином отделе оставил навсегда. Ты где? А, он тут стоит, дурак. Иди сюда, блин. Дурень, блин. Я тут по стелсу иду, а он, блин, ни херя не стелсит за мной. Ты что, блин? Охереть, тут ещё баба какая-то въезжала. Вот, чё тут это вот? Чё я не могу без него уехать? Всё, садись. Сальваторы, открой машину. Ага. Я попробую уже. Давай. Попробует он. Короче, всё, ребят, берём эту малышку и уезжаем быстро, быстро. Отвезите Сальваторы назад до угла у стадиона в Хобокине. Ну чё, ребята, мы прошли эту миссию очень чисто. Я даже удивлена. Начало серии у нас было нечистое, смотрите, прям грязное такое. А тут прям всё чисто. Так, садись быстрее, пожалуйста. 77 хп и 74. Представляете, ребят, пройти по чистому, но ехать до миссии через задницу. Это только я, наверное, так могла. Всё, ребят, это просто, знаете, самая чистейшая миссия, получается, визит к толстожопам. Мы прошли. Всё, аккуратненько заворачиваем и едем. Эх, Сальваторы, что ты там стоял? Я не понимаю. Если ты видел, что я далеко ушёл. Даже если я тебя нечаянно дала команду ждать. Ну ты мог бы сориентироваться. Ты же... Тебе голова дана не чтобы шапку носить просто. Точнее, кипарик твой. Там, кстати, в беседке какой-то мужик стоит. Визит к толстосумам. Я что, у тебя таксист, что ли, подбрасывает тебя до дома? Хотя да, хотя да, хотя да. Так, всё, ребята, короче, я прям рада. Мы с вами плохо сегодня начали. Начали за упокой, зато закончили за здравие. Обычно наоборот. Начали за здравие, закончили за упокой. А тут как бы у нас всё наоборот. Понимаете? Начался день комом. Тихо. Делаем перед копом вид, что мы законопослушные граждане. Это не прокурорская тачка, на которую он наворовал деньги у честных граждан. Так что вот, аккуратненько едем с этой горы. Потому что можно навернуться. Очень аккуратно. Очень. Я, ребята, даже не веду. Ой, что я руки отпустила. Надо придерживать тормоз. Я же не тупые боты, которые катились с горы и врезались мне просто в лицо. Так дын-дын-дын-дын. Да, может быть я заехала на их полосу. Ну и что? Они должны были предугадать. Хороший водитель предугадает. Даже если на их полосе появился водитель дурак. Как-то так. Я себя, короче, ответственно снимаю. Полицейский прям гулял. Знаете, он как будто специально хотел подставиться, чтобы я на него наехала и платила ему деньги. Знаете, лечение. Что, ой, я ножку сломал, поранил. Плати мне денежку. Я так, ну ладно. Командир, вот бабки на лечение. Он такой, а, я тебя обманул. Я пойду на пивас потрачу и на девок в отеле Корлеоне. Вот и все. Так, ну что, блин, где ты там живешь? Да, до угла. Ну все, короче, сейчас быстренько тебя кидаю. И, кстати, сейчас, наверное, миссия какая-то Луки и Бертоны будет, наверное, еще украсть машину. Или это слишком уж часто, слишком уж нагло. Не знаю, но я бы еще, может быть, прошла миссию как раз-таки укради автомобиль и... И все. Так, тихо, аккуратно. Так, на крест. Я сейчас, подожди, я точнее встану на крест, чтобы ты точно вышел и тебя никто не убил. Ну все? Вот здесь я живу, большое вам спасибо. И тебе не хворать. До свидания. Надеюсь, что в следующий раз будет полегче. Сегодня чуть не навалил штаны. Я тоже на это надеюсь. Иди выспись. Ну как тебе сказать, почему ты не навалил штаны? Все было, по-моему, легко. А, хотя он имеет в виду, как мы в гору ехали. Он, наверное, чуть не навалил штаны еще бежать за мной. Когда эти машины неслись по инерции с горы и чуть нас не придавили. То да, я согласна, Сальваторич. Это было немножечко ссыкотно. Мы могли в любой момент проиграть. Ребят, посмотрите, как у Сальери сейчас вот это вот... Как он офигеет. Когда мы приедем на машине прокурора, скажем... Сальери, Сальери, смотри, какая у нас тачка. Опять-таки в нашем автопарке. Хотя, что мешает Сальери конфисковать у меня машины? Сказать, Том Анжела, что-то слишком много. Пошел в очко. Слишком много ты машинами владеешь. Это, знаешь, это развратит твою душу, Том Анжела. Ты еще молод. А вот я старый развратник. Я уже развращен богатством. Поэтому давай-ка ты мне отдашь парочку своих машин. Вот и все. Я спасу тебя. Так, это что, блин, все пешие копы? Тут, походу, видимо, только пешие копы остались. Больше этих на машинах не ездят копы. Потому что, смотрите-ка, только пешие меня карают за то, что я еду слишком быстро. Смотрите, какая тачка. Она вообще прям... Она вообще неугомонная. Тихо, аккуратно. Давай затормозим-то. Сейчас куда-нибудь врежемся. Тихо. Нет. Ёп твою. Да. Все. Мы почти вошли в поворот. Все, Сальери, мы выполнили работу. Компромата нет. Нет твоих голых фоточек, которые ты скидывал женщинам. Мы их добыли. И поэтому у прокурора нет никакого формата. О, этого. Компромата. Формата компромата. Ну, короче, нет у него ничего. Мы же не знаем, какой компромат был на Сальери. Может быть, реально какие-нибудь голые его фотки скидывал свой дикпик дамам. И все. Они такие визжали. А, какой кашпар. По почте пришло. И все. А прокурор собрал на них. Собрал их. И на Сальери шьет дело. Типа, за экземпляционизм. Вот. Как-то так. Ваша Сальери, это что? Он нам вокруг да около все говорит. Что, он будет с нами честен? Нет, конечно. Так что вот. Так что, Сальери, я все сделал. Я все устроил. Ваши фоточки в надежных руках. Может быть, я тоже вас буду шантажировать. Ладно, я шучу. Ой, еб твою, блин. Как я некрасиво там въезжаю. Все, аккуратно. Приехал. Ралли, смотри, какая тачка. Прокурорская. Новенькая прокурорская точила. Ты удивлен? Ну-ка, что тут? Все. Гараж Сильвер Флетчер Металлик. Сделка века. Отлично, парни. Последний раз вы прекрасно справились. Вообще-то это я все сделал. Не свидетелей против нас. Против тебя, экземпляционисты. Они и не пискнут больше. Спасибо, босс. Мы старались вас порадовать. Эээ, подлезал вам жопу. Но у вас это получилось. Но сегодня мы собрались по-другому. А где хаха? Ха-ха-ха-ха-ха. У Поли есть весьма интересное предложение. А можно не надо, только не это. Только не предложение Поли. Ну, я виделся с парнем из Кентукки. Уильям Гейтс его зовут. Всем известно, что в Кентукки гонят лучше домашние виски. Ага. Этот парень чуть не проблевался, когда хлебнул виски, которые Морелла продает здесь. А когда он дал мне попробовать эту штуку, что они там гонят, я вас умоляю. Ничего другого больше в рот возьму. Вот так я поспрашал его. Ты не должен ничего в рот брать, Поли. Говорит, но проблему. Ты мужик. Он притащит столько, сколько мне надо. Меня аж трясет, когда я думаю о бабках. О, блин, возбудился, да? Я заказал грузовик Пойла. Я сказал себе, если товар пойдет, можно заказать еще больше. Да ты коммерсант. Да ты бизнесмен. Известить наш потерянный груз канадского виски. Мысль мне нравится. Еще бы. Ты же жадный у нас за денег. А ты-то что говоришь? Мне тоже. Мы пойдем и заберем выпивку. Ты тут вообще каким боком. Я уже весь извелся от нетерпения. Извелся? И где они спрячут его? Может быть, подцепил что-то от путаны и чешется у тебя там, Сэм? Мы должны быть более осторожны, чем в прошлый раз. Венерический. Поедете туда на машине с двумя другими парнями. Ага. Они будут вас сопровождать по пути назад. Вы трое возьмете грузовик и пригоните его к нашему складу в Хобокине. Парни уже там, во дворе, ждут в машине. А ты что будешь делать с Альери? За нас болеть морально? Уберите мне бутылочку. Хочется наконец глотнуть чего-нибудь приличного. Бу, сделано, босс. Ты что его испугать хотел? Чтобы у него инсульт жопы случился. Так, бу, сделано, босс. Он такой, оооо. И все. Сэм, что такой грустный? Я не понимаю. Что ты такой грустнява? Повеселей. Лечиться, короче, мы едем. Неужели Томсона не бита? Ура. Подождите, мы что все трое сядем на заднее сиденье? Да вы что? Да, да. Ёб твою, как это. Как какие-то школьники, ребят. Я не знаю. На экскурсии, на которую нам не хочется ехать. Но училка заставила. Типа, ребята, поедем на экскурсию. Там будет интересно. А вы так. Блин, не хочу. Никакой экскурсии. Я хочу домой. В компик поиграть, а не вот эта вот ваша дебильная экскурсия. Нахер мне это надо? Вот. Еще уроков тьма она на экскурсию у нас повела. Эх. И домашку делать еще. Вот так вот. Так, все, мы приехали. Ой, когда-то вы успели надеть шляпы, господа. Так. Подождите нас здесь, ребята. А вы без шляп, вы не крутые. Мы вернемся очень скоро. Когда мы выйдем, следуйте за нами. Понятно, все, учитли. Потом мы заглянем на склад. Ясно, босс. Почему поле-то, босс? Почему именно поле? Почему не я, не босс? Меня даже Сальваторе ко мне обращался. Типа, шеф, шеф, шеф. Найдите Билла и заключите сделку. Ну что, ребята, в следующей серии мы пойдем искать Билла и заключать сделку. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения и хорошего дня. Всем пока, ребят. И я все равно не понимаю, почему к поле обращается босс, а ко мне... Эй, ты таксист. Как будто все помнят мое таксистское прошлое, понимаете? У меня еще много работы. Ну-ка. Не говорит. У меня нет настроения болтать. Ишь ты какой. Болтаем позже вечером. У тебя что, ПМС, что ли, Сэм? Ну все, ребята. Теперь точно встретимся только в следующий раз.